Музыка Все вместе глазницами в рассвет, а им всем вместе 4000 лет Первые лица Магадана и Колымы, сотрудники ведомств и жители области возложили цветы к монументу «Узел памяти». Это памятник магаданцам, героям фронта и тыла войны 1941-1945 годов. 22 июня во всей стране вспоминают тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. К этому времени фашистской Германии были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Почти полторы тысячи дней унесли жизни 26 миллионов жителей СССР. Магаданцы почли память погибших минутой молчания. В ближайшее время в рамках программы «Столица» начнется замена всех осветительных приборов. Бюджетное учреждение «Горсвет» объявило о начале аукциона, который предполагает приобретение и установку светодиодных светильников. Речь идет о частичной замене кабельной продукции и линии наружного освещения. Замена светильников произойдет не только в Магадане, но также на Соколе, Уптаре и в микрорайоне Снежный. Будет произведена замена устаревших технологических осветительных приборов на современные, на светодиодные, которые позволят нам в достаточно большом объеме сэкономить средства бюджета муниципального образования, связанные с оплатой коммунального ресурса, то есть электрической энергии. За счет того, что светодиодные светильники являются энергосберегающими, и в результате того, что мы поменяем более затратные лампы на энергоэффективные, мы получим некую экономическую выгоду. «Горсвет» займется не только обновлением светильников, но также и полной модернизацией системы управления наружного освещения. Таким образом, они смогут моментально реагировать на какие-либо аварии и, соответственно, быстрее устранять возникшие неполадки. Подробнее об этом расскажет директор «Горсвета» Сергей Михайлов. У нас получается, что весь город, скажем так, разбит на 120 подстанций. В результате этого проекта мы все подстанции объединим в одно целое, и у нас будет выход в наше диспетчерское. То есть мы можем регулировать полностью весь город. На реализацию данного проекта планируют потратить около 360 миллионов рублей. В эту сумму входят как первоначальные затраты, так и обслуживание в течение пяти лет. Украсить город цветами. В Магадане продолжают принимать заявки на участие в конкурсе «Северное соцветие-2021». Проводят конкурс уже в шестой раз. Принять участие могут как организации, так и горожане. Основная цель конкурса – повышение экологической культуры магаданцев. Я приглашаю всех жителей нашего города принять участие в этом конкурсе «Северное соцветие», который уже заслужил признание в нашем городе. Это та составная часть украшения нашего города, озеленения его, чем сегодня занимаются городские службы. Но и вклад каждого магаданца очень важен. Важно, что небольшие полисадники, садики около дома украшены цветами прекрасными. Важно, когда учреждения государственные, муниципальные также проводят работу по благоустройству своей территории, посадке каких-то деревьев, красивых цветов и так далее. В этом году заявки принимают в семи номинациях. Цветущий двор, дети цветы жизни, учения цвет, цвет творчества, территория цвета, корзина цветов, натюрморт. Проведут смотр-конкурс в три этапа. Прием заявок, работа конкурсной комиссии по осмотру и оценке территории, определение и награждение победителей. Подать заявку можно до 30 июня в Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана. Где в Магадане можно недорого заказать качественные пластиковые окна, офисную мебель, рабочую форму? Где для вас изготовят любую модель мангала или даже целую зону барбекю? Администрация исправительной колонии номер 4 вновь пригласила съемочную группу вечернего Магадана в гости. И, посетив учреждение, мы нашли ответы на эти вопросы. В основном это, конечно, большие заказы от коммерсантов, на мешки, на всякие, подкермы и так далее. Но и муниципалы нет-нет заказывают. Постельное белье, детский дом, социальный центр. То есть, с муниципалитетом тоже. Что касается мангала. От мангальных зон красивых, эксклюзивных, под размеры, как людям надо, до стационарных, разборных. Как выяснилось, в ВК-4 имеется весьма разнообразная производственная инфраструктура. Учреждение имеет возможность по конкурентным ценам изготавливать значительные объемы продукции сразу по нескольким направлениям. От тепличных огурцов до мебели. И пластиковых окон из высококачественного немецкого профиля КБЕ. И спрос на услуги и продукцию только растет. На сегодняшний день сумма изготовленной продукции и оказанных услуг составляет уже 24 миллиона рублей. За аналогичный период предыдущего года сумма составила всего 7 миллионов. Отдельным направлением является производство мобильных домов любого формата и назначения. Основные заказчики этой продукции – золотодобывающие предприятия «Коломы». Строим мобильные домики на рудники, на артели. Зарплату получаем в пределах 15 тысяч, выплачиваем иски. Также помогаем своим близким, родным с этой зарплатой. На товар ходим. Если работы станет больше, готовы больше выполнять? Да, конечно. Даже только с радостью. Потому что чем больше работы, тем нам лучше. И зарплата будет больше, и всего будет лучше. Одним из самых крупных подразделений промзоны является цех металлообработки. Для золотодобытчиков региона учреждение производит узлы и элементы технологического оборудования по добыче желтого металла. Цех изготавливает в том числе и контейнеры для твердых бытовых отходов по заказам городских округов Магаданской области. Большая партия готовой продукции скоро будет отправлена на теньку. Главное преимущество учреждения – цены. Они ниже рынка на 30-40%. Положительная динамика производства позволяет учреждению уверенно строить дальнейшие планы по увеличению объема заказов. У нас есть свободные площадя, свободные руки, обученные, которые готовы приступать к труду, погашать иски и приносить пользу обществу. Все виды работ обеспечены кадрами, прошедшими производственное обучение. Несмотря на то, что это спецконтингент, требования к квалификации предъявляются такие же, как и на свободе. Есть сослуженные, которые уже приходят со специальностью. Если же у них нет специальности или они хотят повысить свои профессиональные навыки. На базе колонии работает профессиональное училище, которое обучает по разным специальностям, как кочегар, плотник, сварщик, каменщик. Данные специальности востребованы как на территории колонии, так и за ее пределами. Экскурсию для учащихся 13-й гимназии провели в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре. Детям показали балетный зал, рассказали о том, как проходят репетиции у артистов. Организаторы познакомили учащихся с роялем, показали, как устроен музыкальный инструмент. В балетном зале дети почувствовали себя в роли танцоров и поработали у хореографического станка. А посмотрите, пожалуйста, вы куда-то там стоите, а я ответствовала. Как вы видите, вы видите меня? Подняли ручку и ножку потянули вперед. А теперь назад... Сегодня мы проводим экскурсию по основным локациям нашего театра. Это большая сцена, малая сцена, балетный зал. Мы также смотрим, показываем детям наши цеха, в том числе швейный цех, где они могут посмотреть на костюмы, на шляпы, примерить шляпы. Наши посетители очень любят примерять коллекцию шляп головных уборов, которые у нас достаточно разнообразны. На малой сцене театра ребята представили себя в роли актеров и рассказали стихотворения. Организаторы проводили детей в закулисье. Школьники побывали на большой сцене театра, где происходят показы спектаклей. Летом такие экскурсии сотрудники проводят для детей почти каждый день. Они проходят не только для школьников, но и для студентов, и для взрослых людей. Записаться на экскурсию можно на сайте Магаданского государственного музыкального и драматического театра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова